Что год грядущий нам готовит? В этом феврале начнут действовать несколько важных законов и нововведений. В частности, увеличатся пенсии и социальные пособия. Материнский капитал и ряд других социальных выплат проиндексируют с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции. Это значит, что выплаты должны вырасти на 8,4%. Таким образом, выплата на первого ребенка составит 524 тысячи рублей и 693 тысячи на второго при условии, что семья не получала денег после рождения первого. Вырастут на 8,4% и другие социальные пособия, такие как единовременная выплата при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. А еще с начала месяца вступят в силу поправки об исполнительном производстве. И теперь приставы обязаны будут оставлять на счету должника сумму, равно установленному в республике прожиточному минимуму. А владельцы банковских вкладов, общая сумма которых составляет более 1 миллиона рублей, с февраля впервые должны будут заплатить налог. Документ вступил в силу в прошлом году, а поправки, касающиеся налогообложения, начнут действовать сейчас. А еще правительство РФ расширит возможности портала госуслуг. Теперь там будут отображаться данные о наличии медотвода от прививки против COVID-19. Кроме того, с 1 февраля вырастут выплаты семьям с детьми, инвалидам и ветеранам. Напомним, что с 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат. Один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По итогам прошлого года инфляция в России составила 8,4%. Именно настолько и будут повышены пособия и социальные выплаты. Кроме этого, с 1 февраля в России также дополнительно проиндексируют пенсии. С 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают эти граждане, по поручению президента будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребенка с почти 484 тысяч рублей до 524 тысяч, а также на второго и последующих детей до более 693 тысяч рублей. Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объеме получали ее.